Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем говорить о жанрах, и речь пойдет в первую очередь о портрете. Развитие портрета в русском искусстве, на котором мы делаем акцент, очень интересно. Это длинный путь от условных парсун позднего Средневековья до расцвета во второй половине XVIII века, когда портрет предстает во множестве своих разновидностей. Это парадный портрет, в котором при обычном внимании к богатству вечного мира и блестящей передаче фактуры материалов никогда не теряется индивидуальная характеристика. Это полупарадный портрет, это портрет камерный, интимный, который отражает все богатство и сложность душевной жизни. Это портрет в пейзаже, где пейзаж играет немаловажную роль в характеристике модели. Это портрет в интерьере, это семейные портреты, двойные, групповые, которые дают сложный линейный и пластический ритм и так далее. Посмотрим на несколько произведений, которые очень кратко характеризуют эти этапы, которые мы назвали. Перед вами «Парсуна». Это произведение, которое первоначально выполнено на доске с применением иконописной техники. И «Парсуна», как термин, изначально была синонимом современного понятия «портрет». «Парсуна», то есть «персона» искаженная. Это определение было вне зависимости от стиля, техники, изображения места, времени написания. Но «Парсуна», как явление, появляется в переходный период истории русской культуры, в эпоху позднего Средневековья, когда еще были сильные традиции иконописания, но под влиянием и европейской традиции, и под влиянием общей логики развития художественной культуры были созданы предпосылки для создания портрета как светского жанра. Следующее произведение – это портрет Якова Федоровича Тургенева, тоже «Парсуна», которое уже выполнено в иной живописной манере, произведение, которое относится к концу XVII столетия. И следующие работы, которые перед вами, это уже портреты, которые скорее напоминают нам западноевропейское искусство, светскую живопись, работа художника Ивана Никитина. Иван Никитин – это один из выдающихся мастеров, который работает в первой четверти XVIII столетия, один из первых пенсионеров, то есть художников, который совершает поездку за границу по велению Петра I. И мы видим о том, что вот уже в этих работах, которые были созданы в X-е годы XVIII столетия, конечно, еще видны следы портретного письма, потому что мастер еще нарушает многие европейские правила изображения человека. Это прежде всего сказывается в отступлениях от анатомической точности, от правил прямой перспективы. Здесь нет полноценной иллюзии глубины пространства, светотеневая моделировка формы тоже еще достаточно условная. Тем не менее, уже многие черты позволяют говорить о том, что портрет как светский жанр, он занимает полноправное место в истории отечественного искусства. При этом отметим, что в XVIII столетии портрет, он, наверное, был одним из самых распространенных жанров, если говорить вот о других разновидностях, которые мы с вами частично уже охарактеризовали и частично еще будем о них говорить. При этом отметим, что художники русские, они, несмотря на западноевропейские влияния, они так или иначе сохраняли что-то такое самобытное и свое. Вот мы знаем о том, что для средневекового искусства характерно развитие иконописей, и вот этот акцент на внутренний мир, на духовную жизнь, на психологическую характеристику, конечно, во многом это определит и особенности русского портретного искусства, если говорить о наиболее известных работах и о мастерах первого порядка. Перед вами автопортрет с женой Андрея Матвеева. Это характерный пример такого вот парного портрета в русской живописи первой половины XVIII столетия. В дальнейшем под влиянием эволюции стиля, под влиянием развития культуры в целом, под влиянием идеалов просвещения, которые во многом были связаны с именем императрицы Екатерины II, меняется и жанровое своеобразие, меняется жанровая специфика. Перед вами портрет императрицы Екатерины II, картина художника Рокотова, которая была создана в 60-е годы XVIII столетия. Мы видим, что художник использует профильное построение портрета, чтобы подчеркнуть ритуальную значимость. Портреты в профиль не так часто встречаются в русской живописи XVIII века. Здесь, как я уже сказала, большое значение имеет именно влияние классицизма, потому что такого рода построение оно вызывало у современников ассоциации с античными камеями, то есть резными камнями, римскими медалями и монетами. Так или иначе, вот эти моменты, они повлияли и на художественный строй этих работ. Еще несколько работ мастера, которого мы только что с вами увидели, это «Портрет неизвестный в розовом платье» и «Портрет струйской». Обе картины Рокотов пишет в 70-е годы XVIII столетия. Произведения, которые относятся к кисти мастера, особенно женские образы, их часто описывают в литературе такими словами, как «таинственные», «загадочные». И, конечно, глубина психологической трактовки, которой отбивается художник. И вот та виртуозность передачи света воздушной среды, полутона – это то, что показывает эволюцию жанра и эволюции русского изобразительного искусства в целом. В дальнейшем, в начале XIX столетия, под влиянием, возможно, романтической традиции, появляются иные образы. В частности, перед вами несколько работ ареста Кипренского. Это, в первую очередь, портрет лейб-гусарского полковника Евграфа Давыдова, работа которой была создана в начале XIX столетия. Портреты военных участников антинаполеоновских кампаний начала века – это значимое место в творческой биографии художника. В дальнейшем портрет как жанр приобретает усложнение, то есть он становится еще более интересным. В частности, в творчестве художника Василия Тропинина можно говорить о появлении таких вот образов, которые насыщаются и жанровой характеристикой. То есть это обобщенные образы, типажи, например, кружевница и золотошвейка. Русский реалистический портрет середины XIX столетия и второй половины века оставил огромное количество значимых шедевров. Перед вами работы художника Василия Перова. Это портрет Тургенева и портрет Достоевского. Обе работы относятся к 70-м годам XIX века. И в творчестве художников-передвижников как вершины русского реалистического искусства тоже портрет приобретает особое звучание. Перед вами два произведения 80-х годов, которые принадлежат художнику Николаю Ярошенко. Это курсистка и студент. Тоже обобщенный образ, образ-тип, который дает яркий пример глубокого проникновения в такие вот особые качества, которые были характерны для реалий по реформенной России. И Репин, как мастер, который знаменит своими шедеврами в различных жанрах, он также является одним из наиболее выдающихся портретистов. Обращаю ваше внимание, что мы опираемся на такие хрестоматийные примеры, которые позволяют наиболее широко и наиболее обобщенно понимать эволюцию, развитие жанра. Следующая разновидность жанра, которую мы с вами назвали, это историческая картина, которая проходит также долгий путь эволюции, вот живопись большого исторического рода. Вот картин, которые были посвящены библейской и мифологической тематике. Перед вами несколько работ художника Лосенко. Это «Чудесный улов рыбы», «Зевс и Фетидо» и другие. И отметим, что вклад данного мастера в развитие исторической живописи именно на русской почве, он заключается в том, что впервые в его работах появляются полотна, посвященные древнерусской истории. Картина, которая давно уже стала хрестоматийной, это «Владимир и Рогнеда», произведение, которое было создано в 70-е годы 18-го столетия и, в общем и целом, экспонировалось на академической выставке 70-го года. И здесь была эта работа принята публикой весьма благожелательно. В дальнейшем обращение к национальной истории, оно завоевывает все большую и большую популярность. Нужно сказать, что большой вклад в данном случае сыграло сочинение Ломоносова, о котором мы говорили на одном из предыдущих занятий. И вот работа таких мастеров, как Угрюмов и другие, они показывают именно обращение к национальной истории. Немножко пропустив первую половину 19-го столетия, позволим себе такую вот вольность, скажем о том, что, конечно, в творчестве мастеров-передвижников, в творчестве художников второй половины 19-го столетия историческая картина, она приобретает особое звучание. В первую очередь, это изменение понимания о том, что есть главный герой в картине. И во вторую очередь, это, конечно, опора на новые демократические идеалы, которые в указанный период становятся определяющими для развития культуры в той или иной степени. И попытка переосмыслить исторический жанр приводит к тому, что мастера часто обращаются к сюжетам сложным, неоднозначным, которые так или иначе находят параллели в современной им истории. Перед вами работа, которая посвящена драматическим событиям 16-го столетия, образ Ивана Грозного, работа, которая посвящена событиям церковного раскола. И, конечно, вот эти вот параллели и аналогии, которые мастера, может быть, правительски так выявляли в своих работах, они дают очень большой пласт для размышлений и для изучения. Еще одной разновидностью исторической картины является батальная живопись. Перед вами работа Василия Верещагина, перед атакой под плевной которой, была написана в 1881 году. Баталистика, которая является значимым для официального искусства явлением, вот здесь Верещагин совершает очень крупную реформу. Дело в том, что впервые рядовой солдат, герой и жертва войны становится тем субъектом, с точки зрения которого показывается и оценивается художником все происходящее. Художник видит перед собой прежде всего не блистательный театр военных действий, а будничную сторону войны. Поэтому произведения Верещагина, они обладают такой большой силой эмоционального воздействия. В рамках XX века в советском искусстве батальная живопись тоже приобретает большое значение. И здесь перед вами несколько работ, которые относятся к 30-м и 40-м годам. Это «Трубачи первой конной армии» картина Митрофана Борисовича Грекова. Греков — это основоположник батального жанра в советском искусстве. Отметим, что он был добровольцем Красной армии, и стал таким художником-летописцем боевых походов первой конной армии Будённого. И произведение Александра Дейнеки «Оборона Севастополя», картина, которая была создана в 1942 году, это значимая работа, такая визитная карточка художника. И отметим, что здесь мы видим иное понимание батальной живописи. И батальный жанр, в общем и целом, всегда был одним из самых интересных и популярных, потому что именно здесь можно продемонстрировать такие значимые категории, как отношение к родине, отношение к родной земле. И вот это понимание, оно насыщает данный жанр очень глубокой степенью драматизма. И, дав краткую характеристику исторической картины и батальной живописи, скажем несколько слов о развитии бытового жанра. Жанровая живопись также появляется в рамках русского искусства в период XVIII столетия. Произведения, которые перед вами на экране, это работы Лосенко, Фирсова, Шибанова, они давно стали общепризнанными шедеврами русского искусства. Отметим, что некоторые произведения такого бытового жанра, они обладают особым своеобразием. В частности, в произведениях Шибанова акцент сделан на образы крестьянские. И это очень интересно, потому что для эстетики классицизма такие вот сюжеты и сцены, они не всегда получали широкое распространение. Перед вами празднество свадебного договора и крестьянский обед. И в работах Ерменева, мастер произведения, которые также перед вами на экране, относятся они к 70-м годам XVIII столетия, мы видим интересное понимание данного жанра. Серия, которая посвящена образам нищих, была выполнена в технике акварилия. И шесть листов изображают, одетых в лохмотье слепых стариков и старух, иногда в сопровождении ребенка-поводыря. Поэтому создается очень сильное эмоциональное впечатление. И вот эта жанровая составляющая, она позволяет специалистам относить эти произведения именно к бытовому жанру. В XIX столетии бытовой жанр также развивается. Здесь, наверное, самыми известными произведениями становятся образы русского реалистического искусства 40-х, 50-х годов. Перед вами произведения Павла Андреевича Федотова. И в творчестве художников-передвижников также бытовые сцены, они занимают свое значимое место. Чаще всего передвижники обращаются к изображению реалий по реформенной России 60-х годов. Перед вами работа Григория Месоедова «Земство обедает», которая является как раз характерным примером именно такого рода. Следующее полотно, которое принадлежит художнику Репину, это картина «Не ждали», которая была создана в 1888 году. И интересно, что в данном случае жанровая сцена, она как бы возводится художником в ранг исторической картины. Вот эта вот сложность в понимании жанра и отличие жанрового своеобразия является тем условием, благодаря которому именно эти картины наиболее сложны для понимания и для анализа. И в 20-м столетии жанровая живопись также занимает значимое место. Конечно, огромное количество полотен, которые существуют в данном жанре, мы перечислять не будем, но вот несколько работ, которые перед вами, это картина 40-х годов XX века. Чаще всего мастера и русского, и советского искусства, они были очень разноплановыми, то есть им хорошо удавались и жанровые картины, и портреты, и пейзажи. Но вот некоторые из этих работ, они очень популярны, очень известны и пользуются особой любовью у зрителей. В частности, вот письмо с фронта, это картина, которая была создана в 1947 году. Подводя краткий итог, скажем, что те жанры, которые мы с вами назвали, и те жанры, которые мы с вами коротко рассмотрели, конечно, требуют отдельного изучения, и это уже, наверное, задача глубокого курса или глубокой самостоятельной работы. Я благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова